Привет, друзья! Выполняю вашу просьбу и готовлю простое бюджетное блюдо, доступное для любой семьи. Осетрина из Кумбрии в казане на костре. Блюдо достойно царского стола и нашего с вами повседневного меню. Начнем! Для приготовления этого блюда мне понадобится 6 тушек свежемороженной с Кумбрии. Здесь у меня около 3 килограмм. У кого не такая большая семья, как у меня, и готовить он будет дома в кастрюльке, а не в казане, как я, тому достаточно приобрести 2 тушки с Кумбрии, ну килограмм, и получится вот такое блюдо. У тушки удаляем голову, хвост, потрошим, удаляем черную пленку, жабры. Чистые обработанные тушки с Кумбрии делим на порционные кусочки размером 3-4 сантиметра. Мельче не надо, чтобы тушки сохраняли свою форму, не развалились. Займемся приготовлением бульона или сладкой рыбной юшки. Укладываем в казан головизну, хвосты и добавлю 2 морковочки очищенных. Заливаю рыбные субпродукты холодной водой, нормой. Нормой это значит на 1 килограмм рыбы 1 литр воды. У меня рыбы 3 килограмма, 3 литра воды. Такая норма действует и для рыбного заливного. Ставим казан с рыбными субпродуктами на печь. И варим ровно 20 минут, периодически снимая пенку. Рыбный бульон немножко посолим. Лучше пенка будет отходить. И снимаем пенку тщательно, чтобы был бульончик чистый. Рыбную юшку тщательно процеживаем. В очищенный рыбный бульон опускаем порционные кусочки рыбы. Заправляем наше блюдо специями. 4-5 бутончика гвоздики. 3 лавровых листа. И перец черный, горошком и душистый. Варим до готовности. Главное не переварить, чтобы кусочки рыбы не распались. Добавлю в блюдо и кислинку. 9% уксус. 3 столовые ложки. Делайте на литр воды, на килограмм рыбы. 1 столовой ложки достаточно. Пока моя осетрина из кумбрии готовится, подготовим хлебные тарелочки под блюдо. Срезаем верхушку серого хлеба. По периметру мякиш надрезаем. И ложечкой выбираем мякиш. И у нас готова тарелочка, которую можно кушать. Она пропитается бульончиком. Вполне объем подходящий. На пол-литра. Казан я снял с огня. Но сразу не кушаем, не разливаем. Охладим. Бульон должен превратиться в вкусное желе. Вот тогда наше блюдо будет полностью готово. Все покажу, пусть остывает. Формируем наше блюдо в хлебной тарелочке. Два кусочка рыбки. Поехали. Добавим овощной красоты. Друзья, все у меня готово. И тарелочка, и остатки. Бульон на глазах превращается в желе. Когда вы его разольете, поставьте в холодильник. Видите? Это не заливное. Оно должно в желе превратиться, а не в холодец. А к утрам можете уже кушать. Будем пробовать. Пробуем осинтрину из кумбрии. Но сначала порекомендуем вам приправу. Хреновуха. Это не спиртное. Или хреновина. Это тертый хрен с томатом. Очень хорошо с этим блюдом заходит. Так. Пробуем. О, ядреный какой хрен. Очень вкусно. Немножко ему еще до желе подойти. И будет песня. Вкусно. Друзья, как обещал, все бюджетно и вкусно. При малых финансовых затратах мы получаем вкусное блюдо. Готовьте на здоровье. Всего вам доброго. До встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok